Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал Виноград Литчины. Друзья, сегодня уже 2 октября 2021 года. На улице пасмурная погода, но плюсовая. Сегодня мороз еще ко мне на участок не пришел. Как видите, виноградный куст, листва вся зелененькая. Осень, друзья, на дворе. И сейчас много-много новичков, виноградарей, которые только хотят у себя посадить на участке какой-нибудь сорт винограда. И всегда один тот же вопрос. Дайте, пожалуйста, черенок, саженец, неважно, сорта, формы беспроблемные. То есть, чтоб не болел, чтоб лоза вызревала, чтоб ягода была крупная, чтоб ягода была сладкая, неукрывной. Но с неукрывным я тут по спору, потому что это больше к этих норам относятся. Все-таки все сорта, которые или форма растут, у меня все укрывные. Укрывать нужно, потому что по этому году, сами знаете, кто не укрыл в этом году по зиме, вымерзло практически большинство форм сортов винограда. Так вот, перед вами куст. Это институтский куст, институтская разработка имени Потапенко на Черкасске. Это Аладдин. Друзья, советую всем новичкам, которые только начинают выращивать или хотят вырастить, выращивать виноград в своих участках, на своих дачных участках, дома. Смотрите, это один из самых беспроблемных кустов, которые растут у меня на участке. Болезни на него не нападают, конечно, после хотя бы трех обработок профилактических. Лоза на данный момент вызрала отлично. Видите, друзья, коричневого даже не то слово. Смотрите, какие листики еще держатся. И немаловажно, я вам не зря показал низ. Смотрите, внизу, где рос основной виноград, его нет. Конечно, нет. И он уже давно съеден и срезан. А, друзья, я поставлял пасынки. Смотрите, сколько пасынков он еще выдал. И ягода уже набрала даже окрас. И она съедобная. Конечно, сахар здесь не такой, как, допустим, на первом урожае. Но вот, это все пасынковый урожай. Пасынки. Смотрите, сколько много. Это говорит о том, что куст очень способен давать два урожая за сезон. Даже по этому году, по 2021 году, когда осень холодная, август дождливый холодный. И то, этот куст способен давать урожай. Смотрите, какие ягодки. Смотрите, какая красота. Это все пасынки, пасынки. Здесь было больше, но они обломались. Вот, я вам сейчас покажу. Вот, видите, пасынок он. Вот, сломан. Вот, а сломан от того, что от веса. Вот такая грозочка. И от, собственно, веса она сломалась. Я поудалял, не знаю, около 10 таких. Вот еще покажу, друзья. Хорошо растет, хорошо укореняется. Урожай тоже неплохой. Дает грозди до килограмма. Зачем больше? Уже, вы знаете, показала практика. По моему опыту, что крупные грозди, это красиво, всегда это хорошо. Но они, как правило, могут не дозревать. То есть, низ всегда не дозревает. Нужно подрезать этот низ. А вот такие гроздочки до килограмма. Грамм 700, 500, 800. Это всегда товарные гроздочки. Всегда, друзья. Вот, смотрите. Почему бы нет? Вот, это все пасынки. Это, вон, с пасынка урожая. Второй урожай на этот год. Очень-очень просто круто. Я думаю, не зря придумали этот сорт в институте научные работники. Вот, друзья, советую, рекомендую. Не пожалеете. И вкус хороший, и сахар хороший, и ягода крупная, и не болючий. Сажайте, сажайте, приобретайте черенки, высаживайте. Этот куст вас не подведет. Подписывайтесь, друзья, на канал. Ставьте лайки. Всем правильного выбора в будущих саженцах винограда. Всем удачи, всем пока. Спасибо.